Хе-хе-хе, Санс, это ты так спишь или что? Санс, дружище, что происходит? Я не понимаю, ты меня пугаешь. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать в фанатское продолжение игры Undertale, Dream Tale, где, как я прочитал в описании игры, мы будем находиться на поверхности. И вроде как Фриск, да, вот наша главная героиня, Фриск, ну или герой, для кого как, но для меня именно героиня, она будет видеть какой-то сон на поверхности в доме Триэль. Что они будут жить вместе или что-то в этом роде. Такая, в общем, получается небольшая фанатская фантазия на тему продолжения Undertale и жизни на поверхности. Давайте посмотрим, что нас ждет. Нажимаем Z, чтобы начать, и мы сразу же видим, как минимум, достаточно необычное начало. То есть я вот это вот уже делал, вот это я уже видел, дальше я не видел. Вот сюда вот мы идем, тут вырисовывается какая-то дверь, и мы проходим внутрь, это логично, правильно? Правда, дверь какая-то узенькая, честно говоря, у Фриск голова больше, чем эта дверь, но она как-то пролезла. Хотел бы я посмотреть на этот процесс, но нам не показали. Итак, мы находимся в доме Триэль, как я и говорил. Это шкаф с одеждой. Здесь много чистой и какие-то разглаженные рубашки. Эээ, не хочется особо возвращаться спать. Ну, вообще-то там темно достаточно, надо спать, наверное, детям в такое время, нет? Это прекрасная ночь снаружи. Это просто лампа. Понятно. Тут, в принципе, ничего такого особого мы не видим. Не то, чтобы там под кроватью у Фриск валялась дохлая шлюха, например, это было бы странно, да? Так все, в принципе, буднично, буднично вполне андертейлово, я бы даже сказал. Это прекрасный красный цветок. Прекрасный красный, красный прекрасный. И слушайте, как Декарт тавтологиет, тавта, тавтоложит Декарт, тавтологичит. Не знаю, неважно. Короче, он наконец-то растет с небольшой помощью. Небольшая помощь, это ты приходишь по ночам и тянешь его вверх. Да, ты как-то расти, падла, расти, пидорас, да? Так, это у нас что? Тут мы ничего не можем сделать. Давайте вот с этим, наверное, цветком, ну, не знаю, поговорим, посмотрим на него. Это прекрасный желтый цветок. Не, нихрена, давай. Ээ, комната Триэль, она закрыта. А чё это она, а чё это она закрыта? Это Триэль чё, какие-то секреты от нас прячут или что? А ну давай, взламываем быстро замок. Давай, Фрис, как тебя учили? Кто-нибудь, Санс, Папайрус, не знаю. Они тебя учили? Нет? Надо бы научить. Мне кажется, маленькой девочке без навыков взлом замков в доме Триэль вообще делать нечего. Выглядит так, как будто кто-то веселился с меловой доской. Это... А что там нарисовано, да? А, Санс! Там рожа Санса, я вижу, и какие-то надписи. Это прекрасный цветок. Кто бы это мог веселиться с меловой доской? Действительно, вот прям вообще, да? Ни единой догадки нет, да? Так, давайте-ка теперь... Это водяная сосиска. Триэль дала вам эту странную животное, маленькое. Но она использует его больше и чаще, чем вы. А, игрушка, да? Комната под переделываниями. Это корзина рубашек. Все в том же самом паттерне, модные. И... И что у нас тут? А тут у нас, в принципе, ничего. Ну ладно, идемте дальше. Так, о, гляньте, вот это вот интересно. Это прям хочется подойти. Практически все из этих книг новые. Литература с поверхности. Окей, вот там вот цветочек, да, я вижу. Картина какая-то. Вообще не видно. Так, я привстану. Что-то нарисовано. Ну-ка, ну-ка я поярче сделаю. Там вот наверху картина, я ее разглядеть, ну, никак не могу. Как рожа какая-то или что? Ваза вероятно любимых тюльпанов. Вероятно. Наверное, я правильно перевел это слово. А может быть и нет. Что, может, наружу выйти? О, вы посмотрите-ка. Э! Какая, сказать... Здарова! Привет! Ты не против, если я немножко наступил тебе на рот, чувак? Это ж не страшно. О-о-о! О, привет, Фриск! Я просто здесь спал. Снаружи твоего дома. Затем я зашел и наступил на внутреннюю сторону твоих ботинок. Мне очень жаль. У тебя проблемы со сном? Ты можешь потусить здесь со мной, если хочешь или нет. А здесь еще кто-то лежит, нет? Я думаю, может, еще один на пстаблук. На пстаблучка какая-нибудь. Может, ты на пстаблучку себе нашел? Давай, чувак, что бы нет на пстаблук. Я прям кулачки за тебя буду держать. Это немножко поздновато для позднего стролинга. Ну, я люблю стролить поздно, но рано не стролит нормально. Реальные пацаны и девки рано не стролят. Они стролят только поздно. Это растущий гриб из подземелья. Ну, понятно. Давайте, наверное, вот сюда пройдем. Вот тут тоже какой-то гриб. Сейчас грибами упоримся, ляжем с на пстаблуком. Будем на пстаблучку играть в нее, наверное. Он будет на пстаблук, а я его на пстаблучка. Нет, не будем! Я передумал все на пстаблук. Пожалуйста, свои призрачные яйца закатай обратно. Это... Это гриб из подземелья. Смотрите, короче, мы можем забалдеть с ним, да? Да-да-да. Если ничего не нажимать и стоять с ним, мы можем с ним забалдеть. Как это и было раньше. Так, по-моему, на куче мустера мы валялись. Ой, я уже, знаете, обычное прохождение Undertale это и подзабыл, честно говоря. Вот в подробностях, что там было. Эти инструменты, наконец-то, могут пригодиться. Это та же самая старая пыльная книги... Старая пыльная книги из Тарьеревского дома в руинах. И да, 72 способа использовать улиток. Классика. Ну, куда она могла деться, правильно? Без этой книги ни одна библиотека не обходится. У ничего, как хорошая книга, не может быть. Ты поднимаешь зонтик. Ты его не открываешь. Не повезло. А нахрен он мне нужен? Я что-то не понимаю. Я буду летать, как в Hello Neighbor с ним. Этот цветок, видал, и лучшие деньки. Ну что ж, для некоторых вещей просто нужно время. А еще нужно его иногда поливать, хотя бы, не знаю, пасы на него, в конце концов. Он сейчас просто там от недостатка влаги загнется, нахрен. Похоже, Тарель уснула, когда спала. Опять. О, я прям так и слышу ее, козий храб такой. Он такой, козий храб такой. Ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме. Вот так вот как-то, да. Это замечательная, замечательная козья храбская симфония. Давайте-ка вот сюда пройдем. Итак, какой-то риббон был оставлен, и ты его берешь. Мы берем риббон, ребята. А, это ленточка, да, наверное? Эээ, белая, красная ленточка. Значит, Тарель печет пироги каждый день с тех пор, как ты тут живешь. Это пустая пирожная кастрюля от сегодняшнего пирога. Ну, правильно, потому что вот молодец, Фриск. Вот не разочароваешь. Я бы тоже сожрал, я бы тоже сожрал пирог. У меня бы вообще-то Рель бы от плиты бы не отходила. Я бы только стоял там, ме-е-е, как же задрал этот проглот, ме-е-е, сколько можно печь пироги. Наверное, потом она бы меня даже забодала, не знаю, когда я спал бы, или что-то в этом роде. Это новая печь, сделанная прямо с поверхности. Но Тарель по-прежнему готовит все огненной магией. Это просто раковина. Это светящийся новый холодильник. Вот такие дела, ребята, да. Так, ну смотрите, тут мы все исследовали, у нас... О, привет, малыш. Когда ты уже готов сказать спокойной ночи, дай Тарель знать. Чё дать, чё дать знать. Эти люди, человеческие романы, чертовски очаровательны. Я не могла отложить вот это так долго, что я, должно быть, отрубилась. Тарель газит на меня. Слушай, газы на меня свои не пускай, пожалуйста, Тарель. Я ищу твой козий храп, этот... Би-би-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Я его еще могу послушать, но не надо газить, пожалуйста. А, этот галстучек. Ты знаешь, он выглядит на тебе так мило. Иногда я так много вижу от них в тебе. Это хорошо, Фриск. Я знаю, мы уже об этом говорили раньше. Смотреть, как ты растешь здесь, на поверхности. Ну, тебе надо будет простить эту старую глупую леди за то, что она... Переживает о том, как бы могли сложиться вещи. Но ты знаешь лучше, чем я. С самого начала ты тратишь и каждый день двигаешься вперед. А, я вижу, как ты улыбаешься. И я ощущаю надежду насчет нашего будущего здесь. Потому что я вижу, как ты это делаешь. Я знаю в глубине души, я тоже могу. Ты и все твои прекрасные друзья, люди... И монстроподобные. Мы будем продолжать из всего этого прекрасного мира делать самое лучшее. Настолько долго, насколько сможем. Посмотри на меня. Продолжаю и продолжаю триндеть. Это чертовски сложно выдержать такой материал в качестве сказочки на ночь. Ладненько. Мое дорогое дитя. Очень уже поздно, знаешь ли. Давай мы оба будем читать милую сказочку. И приятно поспим. Куда поспим? Подожди. Подожди, куда поспим? Ай-яй-яй-яй-яй. Я, наверное, игру-то рано закончил. Там же еще можно было пролезть куда-то по-любому. Может быть, мне еще можно будет встать. Можно встать еще? Куда? Все, она закрывает. Так, фриск, давай, подрываемся. Подрываемся, фриск, спецоперация. Спецоперация, обмани козу. Да какого? Ну ладно, press Z to begin. Хорошо, смотрите, спускаемся вниз. Я так понимаю, что когда она говорила, эта ленточка так хорошо смотрелась на них. Она имела в виду первого ребенка, который у них погиб. Грустно, конечно, грустно. Но что поделать? Под конструкцией. Зато, зато теперь у тебя есть фриск. Фриск, который лупит пироги каждый день. Ты прям не успеваешь их готовить. Это же прекрасно. Ты берешь кусочек конфет. Еще берешь конфеты. И еще берешь конфеты. Ты понимаешь, что у этих последствий нет никаких глупых, никаких глубоких последствий. У этих действий нет никаких глубоких последствий. Ты берешь еще кусочек ям. Слушайте, да, сколько что-то. Еще кусочек ям. Еще кусочек ям. Еще кусочек ям. Слушай, а можно же сделать так, чтобы фриск жрела с каждым кусочком? О, здорово, чувак. Как твои дела? Эта утка счастлива вас видеть. Или, возможно, она просто маленечко танцует. А ну, давай, может, ты маленечко споёшь, давай. Ну, давай, подпивай, ну чё, я один, что ли, буду? Эх, не хочет. Не хочет уточка мне подпевать совершенно. Эээ, пара каких-то грибов, ну, понятно, грибы, да, тут можем послушать, да. Как же тяжело! Как же тяжело! Это Папайрус, это по-любому Папайрус, я узнаю его голос, только... Хе-хе-хе, Санс, это ты так спишь, или что? Санс, дружище, что происходит? Я не понимаю, ты меня пугаешь. У меня такое ощущение, что ты кому-то... Как будто ты делаешь приятное человеку-невидимки. Я не буду уточнить, ну, реально, ну, Санс, ну, это так выглядит. Похоже, он оттукерен, оттукерен, и вот тукерен по полной программе как-то, да. Некоторые лилипеды и водяные сосиски, они украшены этими маленькими водными фигурками. О, эй! Осторожнее нанеси это, это очень важно для нее. Для Ториэль? Наверное, для Ториэль, вот это, вот это вот все говно, да, я так понимаю? Или, или вот та вот... Это цветущий гриб из подземелья. Мы, может быть, просто здесь его оставим, а? А, вот эту, наверное, сраня не несут, да? Ты ставишь зонтик напротив статуи. Внутри статуи музыкальная коробка начинает играть. Музыкальная шкатулка. Ты слышишь какие-то звуки счастливых писков? Хорошо. Я рад, что кто-то там счастливо пищит. Та-та-та-та. Смотрите, как Санс прям танцует, получается, под музыку. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Эээ, очередной гриб, да? Так, ну, чё? А чё-то будет дальше с этим совсем, нет? Может, там сейчас... Кажется, там живет маленький друг. Какой маленький друг? Какой... Какой... Мой маленький друг всегда со мной. У меня какой маленький друг там живет. Не, наверное, какая-нибудь крыска, да? Как-то бы ее может выманить. Санс, у тебя... Там... Санс, там маленький друг у тебя этой мышеловки нет, случайно, нет? Ты... Так, аккуратненько его тыкаешь. И никакого ответа. Ты трясешь его кости. По-прежнему ничего. Санс глубоко в сламбере. Ты немножко ревнуешь тому, как охренительно у него получается спать. Вот вы знаете, я тоже, я прямо сейчас обзавидовался. Я сам просыпаюсь от любой хрени. Хорошо спит. Хорошо спит. Я бы тоже так хотел. Вот так вот лежать так. Смотрите, вообще... Петарды какие-нибудь взрываются. Еще кто-то орет тебе на ухо, а ты просто... Нормально. Вот так бы спать всегда. Это было бы отлично. Ну что ж, давайте отсюда уходим. О! О, здорово, чувак! Проснулся! О, привет! Привет, малая! Так, давай-ка поговорим. Давненько не виделись, а? Я не ожидал, что твоя рожа разлепит глаза. Извини, мы с тобой давненько тут не общались особо. Мы просто продолжаем искать больше и больше странного мусора здесь. Но, эй, не переживай. Мы скоро управимся, прежде чем ты это заметишь. Я должен признать, это была чертовски утомительная работа. Но, все нормально. Бро счастлив. Я счастлив. Помогать монстрам. Господи. Тебе же это тоже по душе, да, дитя? Да нормально вроде. Тебе помочь надо как-то. В нашей последней путешествии мы подняли этот старый камень для твоей мамы. Ну, я так и понял. Она не знает, что мы его еще нашли. Так что, ты это, не испортий сюрприз. Ага, то есть я сейчас могу вернуться к ней и сказать ей, что там камень. А могу не говорить, да? Полагаю, мой бро уже отправляется обратно в Сноудин на ночь. Ну, мы будем на поверхности. Все несколько дней, прежде чем вернемся обратно в подземелье. Эй, погоди-ка минутку. Эээ, разве это уже не твой бэтт тайм? Типа, не пора ли тебе спадки? Хэх, не волнуйся. Я не расскажу. Ты, главное, мне другой бэтт тайм, пожалуйста, не устрой, а? Ну что ж, я должен подышать свежим воздухом. Если ты будешь по-прежнему пробуждений, то приходи присоединяйся. Ну что ж, я... А куда присоединяться-то? Куда присоединяться? Что-то непонятно. Ну подождите, он еще тут будет. Эээ, а что там? А что там уточка-то ревет? Уточка, ты что ревешь? Утка плачет, потому что скучала по тебе очень сильно. Ты гладишь утку и говоришь ему, что все будет хорошо. Так а... А он тебя по-прежнему любит. Так а что он ревет-то? Ты гладишь утку, он по-прежнему тебя любит. Хорош реветь, утка! Утка, ты разбиваешь мне сердце. Ну-ка, давайте-ка обратно. Обратно. И сейчас вот сюда. Утка еще плачет? Да твою мать, а что мне с ним делать, я не понимаю. Я ничего не могу сделать. Ну ладно, утка, я... Давай, грустный утка-танец. Грустная уткая песня, да? Может еще немножко побалдеть с Набстаблуком? Я вот... О! А вот и ты! А вот он каким свежим воздухом. Эй, рад, что ты смогла прийти. Ты знала, что дочь Грилби открыла собственный ночной ресторан неподалеку? Я вот думал, нам надо направиться в город и заскочить. Звучит неплохо? Хорошо. Просто следуй за мной. Я знаю короткую дорогу. Ни хрена себе, еще и сюда попали! Вот это круто! Так, здорово, оборотень! Ты слышал? Я наконец-то изменил свое имя на Джимми Хотпенс. Я буду ледяным вольфом. Больше ледяным волком я не буду. Лед меня не определяет. Я... Это реально правда. Каждый... Каждая собака... Ты гладишь его? Хорошая собачка. Хорошая собачка. Что-то там каждая собака, не знаю. Здорово! Хей! Хей-хей! Ты тот ребенок, который запомнил мое имя! А-а-а... Ты же его по-прежнему помнишь, нет? Ну, ты... Да как-то не очень, честно говоря. А динозавр? Э-э, дорогуша, пожалуйста, я должен тебе перезвонить. Тут очень много криков здесь. Ха-ха, это этот динозавр говорит. Алло, дорогуша, я тебя потерял. Дорогуша, я потерял тебя. Моя шляпа больше твоей шляпы. Нет, не больше. Нет, больше. Нет, не больше. Это продолжается какое-то время. Это продолжается. Это продолжается. Так, здрасте, мистер уборщик. Ха-ха-ха-ха! Этот чудак, он был бы в обычном андертейле? Вот этот уборщик охренительный, который сам себе гадит и сам убирает. Да, да, мисс Фуку. А, мисс Фуку, наверное, была. Наверное, она была в этом, в отеле Метатона, что-то я начал вспоминать. А может, и нет. Я скоро все уберу. А-а-а! Почему это продолжает происходить? А-а-а! Да, у андайн бухая. Похоже, андайн уже не в счет. Ты ее тыкаешь, и она что-то там мучит непонятно. Ты тыкаешь ее, и она опять мучит непонятно. Здорово! Здравствуй, малышка. Ты хорошо фэрилась? Ты знаешь, что полное имя этого бара? Фукус Midnight Grill and Magical Boat Storage. Это прекрасное решение для труднорабочих, одиноких ведьм, вроде меня. Можно хранить лодки, да, типа. Boat Storage это хранитель лодок. Slime Kids счастливы на барстулах. Ты удивляешься, что двое детей делают в баре? Боже мой, это вот эти вот, что ли? Это вот эти вот, два, два, две маленьких кусочка непонятно чего. Господи, я думаю, какие дети, нахуй. Что они делают там посреди ночи? Честно говоря, ох уж эти дети в эти дни. Дети в эти дни, да. Этот стол, кажется, хорошо рустит. Хорошее место для отдыха, наверное, да, я так понимаю? Альфис! Альфис! О, привет, Фриск. Извини, что тебе пришлось на нас вот такими вот наткнуться. Она, ну, она будет в порядке утром. Предположительно, это моя вина. Это, кажется, происходит каждое время, когда она одевает эти доспехи. Она такая воодушевляющаяся. Я только просил ее попытаться их примерить. Ну, не важно, что дальше. Не важно! Ни смотри так на меня. Вот таким вот образом. Я просто думал, что это действительно как-то ее внутреннее что-то пробудит. эй фриск ты знаешь что альфис думает что мои доспехи такие горячие чего фриск реально вот сейчас вот не слушай и пожалуйста похоже реально реально горячий андарин пожалуйста спасибо мне было очень важно это все сейчас слышит и жить теперь с этим до конца моих дней фуку глаза пара варили она самая горячая женщина в баре сегодня это точно потому что у нее голова горит а вот так вот пошутили ты думаешь не не слишком горячие мы будем здесь пока солнце не взойдет не волнуйся насчет андайн я ее домой привезу доброй ночи ночи фриск ну что ж как бы это не было весело увидимся завтра в школе я думаю начнем с наверное времени вздремнуть я не против так начать школьное время в принципе я вот думаю мы начнем со времени вздремнуть понятно тут все и исчерпано судя по всему а можно ли мне пройти оттуда оттуда до 20 прям к вам можно остырить бутылочку фуку хочет чтобы вернулись на ту сторону функу вежливо направляет ваше внимание на свободные места перед стойкой фуку вежливо вас разворачивает и пихает вас очень мягко фуку не уверена как заставить вас уйти и выглядит очень неловко фуку указывает на альфис и санса и вот так вот в счастье под подбадривает головой фуку указывает на вас эндайн трясет головой с грустью фуку пытается очень сильно игнорировать ваше присутствие фуку продолжает медленно вас игнорировать и тихо фуку продолжает тихо вас игнорина ну понятно тут ничего такого не будет похоже здесь очень какой-то спящий мальчик наверху лодки лодочника но подождите разве это лодка не кошка это кстати тогда будет печально если собака спит в кошке какая-то странная катопес отдыхает ребят даже коты и собаки сегодня поладили ну всего значит тут мы все посмотри а можно мне вот-вот-вот туда вот ты не можешь пройти через пожарный выход потому что ты не сделан из огня fire exit потому что типа выход для огня понятно да хорошая шутка окей ну чё санс хорош жопу чесать это не культурно вообще здесь несколько живее чем я ожидал сегодня фуку реально принесла в ночную жизнь толпу обычно я пытаюсь попасть сюда пораньше вечером всегда весело поиграть в карты с волками и папсами но они уже ушли здесь реально теперь собачий какой-то беспорядок что ты думаешь что ты сделал пройдешь через ночь без того чтобы какая-то комедийная шуточка от меня не вышла из моего рта не спускай своих каких-то охранников я чуть не понял эти фразы я щедрый парень у меня мне вот интересно чего хорошего грилби в эти дни у него ресторанный бизнес правильно и он никогда не оглядывается полагаю я рад что желудь не упал с дерева хей фуку а могу я получить еще одну бокалку бокалку налей налей к бокалку этому старому алкал куда ну что ж наслаждайся малая ну что ж наслаждайся ну да понятно все исчерпали исчерпали а можно вот куда-нибудь вот вот там там это там же отойди отойти там это фуку там можно менять же мелодии наверное а еще кстати какая-то книга есть давайте еще книгу может попробуем рассмотрим тоже тема чтобы нет а хрен с 2 нас пустят ну окей в таком случае наверное выбираемся отсюда о собираешься домой они определенно должны уже поспать прежде чем школа начнется между прочим им наверное не очень-то и нужно приходить в бар в принципе-то упс доброй ночи фриз сладких снов санс ты хренит ты папаша года просто воспитатель года повел ребенка в бар ну ты молодец так ну и давайте теперь наверное мы уже знаете чтоб красиво как-то завершить мы пойдем и позволим наверное триэль нас уложить вот она нам говорит все то что мы уже слышали довольно трогательная и грустная речь на самом деле она вспоминает старого ребенка и отправляет нас поспать ну слушайте я вам должен сказать что это было круто реально я не знаю я прям проникся атмосферой вот всего вот этого вот всего этого фанатского дополнения вот она укладывает нас спать уходит и закрывает дверь ну да дитятка в баре побухала надо бы и поспать верно ведь дрим пейл ну что ну классно реально классно хорошие шутки есть атмосфера есть персонажи диалоги проработаны замечательно само вот ощущение продолжения андертейла оно оно как-то оно присутствует вы знаете то есть я реально чувствую что это могло бы быть вот даже вот коротенькое официальное продолжение андертейла от тоби фокса как на по на поверхности все вот в духе тоби фокса юмор не спустился там не на какую я бы сказал не на ступеньку ниже не на две ступеньки ниже вот все вот на все на таком уровне все вот интересно все забавно очень атмосферно и уютно на есть вам тоже понравилось если это так то ставьте лайк пишите комментарии подписывайтесь на канал жмите колокольчик жмите поделиться рассказывайте друзьям вступайте в группу вк ссылка внизу в описании под видео и все на этом всем счастливо всем удачи всем пока